И снова здравствуйте. Объявлены кандидаты на престижную премию имени Габдулы Тукая. И среди этих кандидатов в этом году народный художник республики, заслуженный деятель искусств Татарстана Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы по Волжье». Ну и собственно у нас сегодня в гостях сам Михаил Иванович. Здравствуйте. Представитель Союза художников Татарстана Ильнур Сиразиев и член Союза дизайнеров России Расых Салахов. Доброе утро. Здравствуйте всем. Доброе утро. Ну что ж, Михаил Иванович, давайте начнем, конечно же, с вас, как, ну, с главного героя. Вот действительно говорят, те, кто видел вашу работу, говорят, что в них действительно много белого цвета. Правда? Это так. Ну и не только вот этой серии работ. «Белые холсты» – это моя родина. Так, как это? Поподробнее с этого места. Поподробнее, да. Поподробнее. Я родился в русско-татарской деревне. Мытые полы, косарем, дорожки, самотканная, белые, накрахмальные занавески. Скатерти занавески. Скатерти, на кроватях вот эта вот вышивка. Да. Не вышивка, а кружева. Да, кружева на крахмальные. Потом на подушках вышивка, мулины. Вот эти белые всевозможные. И вот эта вот белая, которая отражает с детства, детство провел я в этой деревне, русско-татарской. Вы представляете татарскую деревню, когда заходишь в избу или в русскую? Вот эта белизна, вот как раз я отталкиваюсь от этого. Вот, потому что белый цвет, он символизирует чистоту, правильно? Ну, поэтому я в работах оставляю много белого. Стараюсь оставлять. Вот. Ну и второе, у меня народы по Волжье, тема. Это тоже родина. Казань и Татарстан у нас многонациональная республика и город. Ну, здесь уже, сам, пожалуйста, слой вот этих исторических пластов, так сказать. То есть, этническая тема у вас прослеживается больше. Да, в основном этническая, потому что я говорю про детство, вот это аукается все, вот это возвращается в возрасте. Это не сразу пришло, а чуть постарше, поразумнее старше. Ностальгия уже. И ностальгия пошла. Чем старше, тем больше идет детство в твой организм, правильно? Вот. Вот на основе этого я как раз и делаю. Ну и возьмите марийскую, татарские узоры. То есть, я иду от того истока декоративно-прикладного, народного искусства. И стараюсь как можно меньше, проще сделать в работе. А вот давайте у вас посмотрим. Да, у нас даже есть ваша работа. А как-то жанр определить можно? Ну как, я не могу, может быть, вот мои коллеги скажут. Да, пожалуйста. Потому что мне как-то самому трудно говорить. Да, Виктор Петрович, да. Вы знаете, творчество Михаила Кузнецова широко известно в России, кроме нашей республики. Он участник всех всесоюзных, всероссийских, раньше международных выставок. Многие произведения в музеях находятся в нашей стране. Участник многих симпозиумов, творческих дач и так далее. Поэтому сегодня хотелось бы обратить особое внимание наших зрителей именно на эту серию «Белые холсты». Даже название как-то оригинальное, да? Да, 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 конечно. Вроде произведение, сосчитающее живопись и графику. То есть это же и живопись и графика. Такой сплав живопись и графики. И вдруг «Белые холсты». Вот очень интересно, что художника Кузнецова, как немногих, отличает творчество. Именно он художник. В нашем понятии художник – человек, растет букет цветов на земле, он сел и нарисовал. Это художник. Или увидел домик, нарисовал художник. Нет. Художник – это человек, который создает мир. Если мы посмотрим, он на основе знакомства, жизни в нашей среде, он создает свой мир. И вот когда мы сегодня говорим о «Белых холстах», это очень хорошо и оригинально подчеркивает его творчество. Творчество художника-философа. Художник, который осознает, где он живет. У него, кроме тех народов, которые он назвал, это и Удмуртия, творчество народов, Марийцы. Кроме нашей республики. И вот оригинальность его, этой серии, в том, что она сближает народы. Это интернациональная серия. Как ни странно, мы видим белые холсты, а дальше что пошло? Вышивка, национальный орнамент. И все это в нашем регионе Поволжья. И, по сути дела, это интернациональная серия. Ну, я согласен, да, потому что Михаил Иванович в самом начале сказал, что черпал свое вдохновение из детства. А детство и родина наша, у всех, наверное, у всех народов Поволжья, она именно такая. Изба, белый снег, вышивка, какие-то приятные воспоминания из прошлого. Да, ну, вообще, вот очень, прям вот по-домашнему действительно так было, вот этот белый цвет. Ну, вот это вот мое, понимаете? Да, это чувствуется. И вот в творчестве, что еще оригинально, вы обратите внимание, если мы говорим белые холсты, мы сразу сначала не понимаем, потом вдруг понимаем, да, народное творчество. Оно ведь условно народное творчество, декоративно и философское. Это если мы углубимся, что вышивали, скажем, да, какие аппликации, там много философии, там не просто, скажем, узорчик какой-то. Там каждая деталь, он что-то, да, олицетворяет. Да, это народное. Нельзя с головного убора взять орнамент и поставить на тапочки. Обратите внимание, ичаги – это ичагами, этот орнамент нигде не присутствует. Поэтому это глубокое знание народного творчества. И язык художник избрал. Не философски усложнённый. Знаете, бывает, ну, я не хочу пафосно говорить, но сложный язык Рембрандта, к примеру. Здесь язык доходчивый. Он такой же простой, как и народное творчество. Но вместе с этим мы и образные, да? Вот именно. А как у нас зритель воспринимает? Зрители воспринимают искусство, понимаете, в силу понимания вот этой самой темы, что такое народное, что такое национальное, что такое эмоциональное. Вот в этом аспекте, мне кажется, никаких особых сложностей восприятия этого искусства не бывает. Понимаете, вот Виктор Петрович говорил, ведь уже, увидел цветок, нарисовал – это тоже художник. А понимающий зритель, он и есть понимающий зритель. Вот если не знает человек и не хочет знать вот эту тему, вообще вникать в эту тему, естественно, понимать, скорее всего, не будет. Потому что это его не интересует. Его интересовать может фактическое присутствие искусства. То есть увидел, нарисовал – вот мой восторг. Это одно. А когда вот идет такое тонкое знание, чувство национального в искусстве, абсолютно вот другой национальности знания и вот это эмоциональное понимание даже, вот сути вот этого искусства, это тоже совсем другой критерий в искусстве. Это очень такое вот ценное в качестве художника Михаила Ивановича, я так сказал бы. Именно понимание национальное. Что такое национальное? Вот как Роберт Минулин, наш народный поэт, сказал на открытии выставки Михаила Ивановича. Вот Михаил Кузнецов, он более татарский, чем некоторые наши татарские художники. Понимаете, это вот тонкое понимание сути поставленной задачи. Это комплимент такой, да? А это, мне кажется, уже не национальное, а это скорее вот именно вот такое вот артистическое, да? То есть нужно понять и прочувствовать и отразить это в своих работах. Абсолютно правильно. Без этого искусства не бывает, искусства есть искусство. Наш уважаемый, заслуженный деятель искусств нашей республики Саляхов, он певец национального края, певец народов и Татарстана. И великолепно знает творчество. Поэтому мы полностью доверяемся его оценке и характеристике творчества Михаила Ивановича. Михаил Иванович, ну давайте в конце, буквально несколько секунд у нас остается, давайте расскажем, где можно посмотреть, где можно насладиться вашим творчеством. Сейчас выставка открыта в Институте ИИАЛИ, языка, литература и искусства в Академии наук. Это улица Карла Маркса, 12. Вот я приглашаю всех, кто желает посмотреть. Вот она будет до 16 апреля продолжаться, так что можно сходить, посмотреть. Все, спасибо большое, спасибо большое, очень интересно. Желаем вам творческих успехов, ну и творческих побед, побед, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok